Общественные места – это зона риска номер один, и магазины – одно из таких мест. Вероятность заразиться или принести домой вирус вместе с продуктами критически высока. Какие меры предосторожности следует предпринять? Сегодня в магазинах установлены стойки с дезинфицирующим средством. Следует не лениться, подойти к ним и обработать ими свои руки. Таким образом вы обезопасите жизнь свою, своих близких и окружающих вас людей. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана разработало ряд профилактических работ для объектов продажи. Одним из главных критериев этого метода является проведение дезинфекционных работ. Эти работы необходимо проводить в любое и другое обычное время. Однако в данный период эти работы должны быть более интенсивными. Дезинфекция включает в себя и очистку предметов общественного пользования, таких как коврики, приходи в маркет, окна, двери, шкафчики для личных вещей покупателей, платежные терминалы и конвейеры на кассах и другие предметы, имеющие ежедневный контакт с людьми. После объявления карантина мы приступаем к доставкам на дом. Когда бывают заказы, мы их выполняем. Поступает звонок на наш контактный номер, который мы выдаем нашим клиентам, в частности, нашим постоянным клиентам, и после мы доставляем их заказ. К примеру, если продукт упакован в полиэтилен или картон, то его следует протереть раствором пищевой соды, так как щелочь, она губительна, так же, как и кислота для многих бактерий и вирусов. В целях защиты окружающей среды еще до возникновения ситуации с коронавирусом многие покупатели стали использовать для продуктов эко-сумки. Эко-сумка не просто прочнее и удобнее обычных пластиковых пакетов, но и в нынешних условиях она гораздо безопаснее. По прибытии домой вы можете сразу отправить ее в стиральную машину. Коронавирус остается жизнеспособным вне организма больного в течение двух-трех дней. Во время эпидемии важно знать, как защитить себя и близких от опасности. В смысле дезинфицировать продукты? Не что, обработать молоко спиртом? Зелень, фрукты и овощи следует тщательно прополоскать в большом количестве воды. Мясные продукты также тщательно моем под струей теплой воды, затем отправляем в холодильную камеру, и лишь потом они подлежат термической обработке. В настоящее время вопрос распространения коронавирусной инфекции все еще остается очень актуальным. Благодаря своевременно принятым мерам нам пока удалось в целом удержать ее рост. Но для этого все мы должны стараться соблюдать меры предосторожности. Это в первую очередь самоизоляция, это соблюдение правил личной гигиены, частые мыть ее рук, а также правильная дезинфекция продуктов питания в домашних условиях. Что мы должны для этого делать? В первую очередь стараться покупать продукты в специальных герметичных упаковках. Это касается и хлеба, и выпечки, и мясных продуктов, и овощей. Если вы заказываете готовые блюда на дом, то вы должны знать, что они тоже нуждаются в дополнительной термической обработке. Для этого мы используем микроволновые печи или же духовку. По возвращении домой эко-сумку следует оставить в прихожей. Первым же делом следует снять защитные перчатки таким образом и после промыть руки под струей горячей воды с мылом не менее 20 секунд. Альбина Абдрахманова, Сеймур Гулиев, Сибиси.